На телеканале РБК Омск новости в студии Елизавета Рыбина. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Не так выразился. В мэрии объяснили, куда на самом деле уйдут 430 тысяч из бюджета. Подвинуть Европу. Насколько далеко заходят амбиции омских предпринимателей? Покиньте помещение. Кто из омских дольщиков рискует оказаться на улице дважды? Кто виноват и что делать дальше? Последствия трагедии Вседельникова. Хватит вам и одной. Омску отказали в строительстве дублера Красного пути. Магистраль по планам должна была проходить по левому берегу Иртыша и соединять метромост и мост 60-летия в ЛКСМ. Предполагалось, что это позволит разгрузить левый берег от пробок и обеспечить доступность транспорта для новых микрорайонов. Город в рамках программы «Жилище» просил у российского правительства 800 миллионов рублей, при этом предусмотрев в собственном бюджете 22 миллиона на софинансирование. Но денег из федерального бюджета не будет, по крайней мере сейчас. Впрочем, остается шанс, что строительство дороги дублера начнется в 2019 году в рамках другой программы «Безопасные и качественные дороги». Однако депутаты Омского горсовета уверены, что работы по строительству дороги дублера нужно начинать в этом году. И с такой просьбой они намерены обращаться к врио-губернатору Александру Буркову и мэру Оксане Фадиной. Вы неправильно поняли. Недавно в СМИ появилась информация о том, что на охрану директора департамента жилищной политики Светлану Шенфельд в качестве незапланированных расходов из бюджета Омска выделят 430 тысяч рублей. Об этом заявил директор департамента финансов и контроля Омска Богдан Масан. Оказалось, все не так страшно. На самом деле речь идет не о личной охране для чиновницы, а об охране нового здания городского жилищного центра, где она ведет прием. По объяснению мэрии, серьезная охрана зданию необходима, так как там стоит дорогостоящая компьютерная техника, и хранятся документы, в том числе содержащие личные данные тысяча мечей. Жители микрорайона Врубелева могут оказаться на улице. Бывшие дольщики, а теперь собственники квартир, со страхом ждут весны. В мае застройщик собирается продавать их жилье. Почему же люди, ждавшие свои квартиры почти 8 лет и, наконец, их получившие, теперь должны покинуть помещение в нашем сюжете? Мечта любого обманутого дольщика – получить ключи от своей квартиры и больше никогда не мерзнуть на митингах и пикетах. У этих женщин все сложилось именно так. Пенсионерка Надежда Панкратенко и мать-одиночка Анжела Сайфулина 8 лет назад вложили деньги в долевое строительство дома номер 3 в микрорайоне Врубелева. А дальше классика жанра – банкротство застройщика, заморозка стройки, мытарство дольщиков. Но потом особо нуждающимся, какими и посчитали Надежду и Анжелу, застройщик предложил вместо квартир в третьем доме забрать равнозначный во втором. Люди согласились, въехали, сделали ремонт. В мае эти люди должны вернуть квартирам первоначальный вид, а затем покинуть помещение. Им говорят – живите в своем доме. Он, кстати, по документам сдан, но по факту даже не подключен к коммуникациям. Вдобавок ко всему, здание уже нуждается в капитальном ремонте, заверяют собственники квартир. Жить там нельзя, целостность кровли нарушена, стены отсырели. Была на приеме у нашего Фролова, заместителя губернатора. Он сказал, что в мае месяце планируют выставлять эти квартиры на продажу и нам выселяться. Куда выселяться? Он пожимает плечами, он не знает. Ну, будем выселяться к ним, наверное, к правительству. Как они вообще, в принципе, планируют с ребенком выгнать куда-то? У меня нету никого, кто бы мне помог и куда бы я смогла пойти жить. Чтобы отремонтировать третий дом, необходимо еще 240 миллионов. То есть, по сути, каждый собственник, а их всего 60, должен вложить по 4 миллиона рублей. Формально они уже не дольщики, а их дом не считается проблемным. Так что женщины даже не рассчитывают, что их включат в дорожную карту областного правительства. Единственный выход, который видят Надежда и Анжела, оставаться в квартирах, пусть и на птичьих правах. Хотя каждый день, поднимаясь к себе домой, амички опасаются, что однажды ключ не подойдет к замку. О проблемах обманутых и поисках решений подробнее расскажем в программе «Мальковые итоги» в субботу в 17.19.00. На заметку инвесторам. В Омске выгодно вкладываться не в спорт, а в похоронный бизнес. Компания «Комбинат специальных услуг» заменила в перечне налогоплательщиков хоккейный клуб «Авангард», который только на зарплаты тратит миллиард рублей. В целом, десятка крупнейших плательщиков перечислили в областной бюджет около 21 миллиарда рублей. В городской бюджет от десятки крупных поступило всего 707 миллионов. Первыми в списке стоят ресурсоснабжающие организации, есть в нем также предприятия ВПК и компании по производству алкоголя. Однако не все предприниматели в Омске стремятся зарабатывать на нефти, алкоголе или похоронах. Есть еще и те, кто занимается научными исследованиями и серьезными проектами мирового значения. Омские разработки против европейских стартапов. Выпускник Омского бизнес-инкубатора, научно-производственная компания «Индустриальные геодезические системы» вышла в финал международного конкурса. Компания занимается инновационными разработками, и ее руководитель активно следит за новостями из-за границы. Сейчас в Давосе проходит Всемирный экономический форум, одна из острых тем которого – антироссийские санкции – особенно интересуют омичей. Подробнее о международном взаимодействии и глобальных планах омских бизнесменов мы поговорим с директором Омского бизнес-инкубатора Виктором Соболевым и руководителем компании, занимающейся инновационными разработками Сергеем Сорокиным. Здравствуйте. Давосский форум – большое экономическое событие. Следите ли вы за ним вообще, расскажите. И там сейчас активно обсуждается тема отмены антироссийских санкций. Скажите, сталкивались ли вы как-то с ними, и как вы думаете, если их все-таки отменят? На что это повлияет? Ну, мы в своей деятельности сталкивались с санкциями, достаточно серьезно ощутили их наличие и в положительную, и в отрицательную сторону. То есть получилось так, что мы ощутили уменьшение интереса к нам со стороны зарубежных компаний и увеличение интереса со стороны российских. Все это результат введения санкций. То есть они сработали для нас как в плюс, так и в минус. Если говорить о контактах с зарубежными партнерами, то у нас были достаточно серьезные договоренности с немецкой компанией о совместной разработке. То есть мы уже практически договорились о том, что мы готовим заявку на финансирование. Это совместное российское немецкое финансирование, которое выделяет фонд Бортника. И с той стороны достаточно известный общество Фронгофера. Это всемирная организация, которая финансирует инновационные проекты. Фактически все уже было на уровне подготовки и подачи заявки. Мы встретились на крупном мероприятии в Новосибирске с нашими партнерами и согласовали, что в ближайшее время мы начинаем готовить заявку. И как раз после этого начались наши проблемы на Украине. После этого произошел Крым и пошло вот это введение санкций. И мы резко ощутили спад интереса к оформлению документов и к совместной деятельности с немецкой стороны. Причем они не говорили причины. То есть мы думали, что причины не в этом. Но через несколько лет уже в такой приватной беседе, при очередной встрече с ними, получили информацию, что не рекомендовано им было ввязываться в совместные проекты с российскими командами. То есть это была не их личная инициатива? Ну, это была, естественно, их личная инициатива, но она имела под собой политические корни. Виктор, скажите, а у вас вообще много таких резидентов, как Сергей, которые готовы выходить на европейский рынок, несмотря на всю эту ситуацию? Есть еще резиденты, которые занимаются у нас ультразвуком, которые занимаются очисткой сухим льдом. Они ведут переговоры и готовы поставлять свое оборудование на Запад. И в целом о том, что Сергей говорил, эксперты, безусловно, фиксируют факт, то, что положительный эффект от санкций заключается в том, что внутренние инвестиции стали поступать на внутренний промышленный рынок. Да, мы говорим, что есть определенные плюсы от санкций, но это сегодняшние плюсы. А, в принципе, жить в отрыве от общемировой экономики невозможно. Даже такому крупному, мощному государству, как Россия, все равно нельзя. Поэтому вот то, что мы и говорим, вот эти вот проекты, вот единственное, я хотел бы Сергею предложить, говорили вот об индустриальных генетических системах, как вот юридическое лицо, но суть в чем, что есть мультипликативный эффект от внедрения ваших систем. То есть это не конечный как таковой продукт, но если я могу так выразиться. То есть, например, на что влияет система развития спутникового геопозиционирования? Она же существует не просто сама для себя, то есть это высокоточное земледелие. Ну да, мы не страгивали области применения, для чего мы это делаем, мы не отписывали. Мы говорим, что здесь именно вот работа в этой области, она приведет к положительным экономическим эффектам в других отраслях народного хозяйства. Может быть, здесь вот несколько слов еще можете добавить? Ну да, то есть я говорил о том, что мы создаем инфраструктуру, наш проект — это инфраструктура. Эта инфраструктура позволяет решить огромное количество задач с применением спутниковых технологий. То есть если такая инфраструктура есть, то потребитель может определить точность своего местоположения с точностью до сантиметров. То есть сейчас в навигаторах обычного человека, который у него есть в телефоне, точность от 5 до 15 метров, реальная точность. А мы делаем так, чтобы это было сантиметр. А если вы определяете не абсолютную точность, а относительную, то есть насколько изменилось положение, то это единицы миллиметров. Где это применяется? То есть самая бурно растущая сейчас отрасль — это высокоточное управление транспортом. Но мы это видим по телевизору в виде автоматически ездящих автобусов или автомобилей. А сейчас реально применимое, то есть это завтрашний день, поэтому его чаще и показывают. А реально применимое сегодня — это высокоточное автоматическое движение тракторов и строительной техники. И это реально работает уже в Омской области. То есть у нас есть несколько картофелеводческих, например, хозяйств, у которых трактора пашут землю автоматически. То есть в них сидит тракторист, но он в момент, когда идет обработка, не прикасается к рычагам комбайна и трактора. То есть он идет автоматически, используя сигналы GPS. Для этого нужны системы, подобные нашим. Следующее применение — это то, что я говорил про миллиметры, это мониторинг критически важных объектов. Я упоминал атомные электростанции в Европе. То есть ставится спутниковая антенна на какой-то объект, положение которого очень важно. Например, опора канатной дороги. Например, плотины электростанции. Например, нефть или газопровод. То есть мы, например, делали целую партию приемников для газопровода Сахалин-Хабаровск-Кладивосток. На трубу в определенных точках ставятся спутниковые приемники. И когда какой-то оползень идет или еще что-то происходит, подвижка грунта, с точностью до миллиметра видно, где двигается эта труба. И можно заранее видеть, что пошла деформация. Можно выехать на место, предотвратить деформацию, либо отключить вовремя подачу того, что идет по трубе, газ или нефть, и предупредить загрязнение окружающей среды. Вот как бы об этих применениях обычный обыватель обычно не знает. То есть он не информирован о том, куда это применяется. То есть сейчас уже есть предприниматели, которые интересуются вашими разработками, им нужны эти технологии? Ну вот мы для нужд Газпрома поставили 150 приборов на газопровод Сахалин-Хабаровск-Кладивосток, и они там смонтированы. Но опять, то есть опять импортозамещение. Вот полтора года назад сюда приезжали в рамках проекта сотрудничества в Омской области Газпром, главный инженер Газпрома, и я на совещании выступал. Мы смонтировали туда полностью оборудование, поставили его туда, но оно не работает. И это все знают, и Газпром тоже. Он сказал, да, я знаю, что это не работает. Они не смогли запустить эту систему на газопроводе Сахалин-Хабаровск-Кладивосток. Оборудование работает, ПО нет. А ПО было закуплено зарубежно. Причем разработчик ПО, наш партнер, то есть он поставил свое ПО. Газпром просто неправильно купил ПО, не то, что нужно было. Это ПО не может решить эту задачу. И мы с Газпромом вместе, с этим разработчиком из Германии, и мы проводили целое совещание. И наше предложение было какое? Да, немецкое ПО не может решить вашу задачу. Давайте мы сделаем это ПО. Ответ Газпрома был, мы деньги, которые нам были выделены, затратили. Сейчас у нас денег нет только на обслуживание. И вот три года система стоит, не работает. Мы готовы разработать. Приборы работают, но программное обеспечение, которое должно, собственно, оценить все эти перемещения и дать команду, не работает. Спасибо вам за интересную беседу. Переходим к выпуску новостей. Оператор автогазозаправочной станции взят под стражу. По данным Следственного комитета, рабочий АГЗС Сердюков обвиняется в том, что заправил газовый баллон с грубыми нарушениями норм безопасности, что и привело к взрыву через три часа. Напомню, трагедия произошла 22 января в Сидельниковском районе. После хлопка газа в доме начался пожар и погибли пять детей из приемной семьи. По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Причинение смерти по неосторожности и выполнение работы или услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей. Свою вину оператор заправки не признал, а также попросил суд не лишать его свободы из-за нескольких хронических заболеваний и маленького ребенка. Однако по решению суда подозреваемого арестовали на два месяца. Основанием для избрания и меры пресечения в виде заключения под стражу послужило то, что обвиняемый, находясь на свободе, может оказать влияние с целью изменения показаний на свидетелей преступления работников автозаправочной станции. Также может скрыться от органов следствия и суда, с учетом того, что за преступление, которое ему вменяется, предусмотрены длительные сроки лишения свободы. Однако вину оператора не признает и начальство. Главный подозреваемый в деле о гибели пятерых детей в Сидельниковском районе делал свою работу правильно и правила безопасности не нарушал. Уверен предприниматель, у которого работает находящийся под следствием, оператор газозаправочной станции. Владимир Скеллер утверждает, что заправка баллона проводилась в специальном газонаполнительном пункте, который оснащен современным оборудованием и построен в соответствии со всеми требованиями законодательства. Вся процедура заправки операторам была соблюдена. По достижении заданной дозы автоматически происходит отсечка. Независимо от оператора, объем отпуска газа, оплаченного клиентом, зафиксировал и кассовый аппарат. Баллон прошел контрольное взвешивание и обмыливание. Опасно для жизни, зато дешево и сердито. Интернет-форумы пестрят сообщениями о том, как сэкономить на заправке газового баллона. Пользователи делятся друг с другом опытом, как заправиться, не попадая в камеру видеонаблюдения и сколько денег нужно дать работнику. В специализированных центрах заправки услуги стоят дороже, а сам баллон должен иметь клеймо о пройденном техосмотре. Легальная заправка происходит так. Пустой газовый баллон взвешивают, проводят визуальный осмотр, сливают неиспаряемые остатки газа. Далее оператор фиксирует массу тары и номер баллона. Потом емкость устанавливают на весовую наполнительную платформу для заправки, после чего вносят данные в журнал. В дальнейшем хранить, транспортировать и осуществлять доставку может только лицензированное предприятие. Продолжение темы. Работники омской фирмы продавали клиентам неисправные баллоны. В отношении них уже возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, осенью прошлого года фирма в Советском округе заправляла газовые баллоны без всяких правил безопасности. Во время осмотра там было найдено 229 баллонов емкостью 50 и 27 литров. Как работают официальные поставщики и какие беседы они ведут со своими абонентами, узнал сегодня наш корреспондент. Инструктаж в обязанности рабочих не входит, но они лишний раз напоминают о технике безопасности. Череда взрывов газовых баллонов сказывается. Впрочем, по словам Михаила Дубина, он законопослушный абонент. Услугами официального поставщика пользуются порядка 20 лет и не понимает соседей, которые идут на автозаправки в поисках экономии. В 1999 году я приобрел, никогда мы не пользовались вот этими заправками, всегда заправляемся только вот таким образом. На самом деле, вот деревенские, они экономят на этой штуке. Ну вот она экономия во что приходится. Когда я прочитал, пятеро детей погибли, это я плакал. Еще одна проблема – сами баллоны. По подсчетам специалистов Омскгоргаза, 90% находящихся в обращении отработали свой ресурс. Представители Омскгоргаза заверяют, что постоянно обновляют баллонный парк. В месяц организация списывает не менее 150 штук. Сегодня стоимость одного баллона – 1600 рублей. Представители компании заверяют, за свой счет заменить все не в состоянии. Нужна помощь финансовая, желательно со стороны государства. У нас около 45 тысяч абонентов активно заказывают, сейчас 15-20 тысяч. Вот примерно, посчитать, что мы в ближайшее время, мы должны тут 2-3 года, эти 20 тысяч людям хотя бы выделить этих баллонов. Хотелось бы, чтобы нам оказало правительство Омской области какую-то посильную помощь в этом плане, поскольку это безопасность наших граждан. То есть мы готовы за каждый этот баллон, на который нужно отчитаться. По словам Андрея Лазаренко, газовики хотят со своими предложениями выйти на встречу с чиновниками. Сейчас компенсация затрат на перевооружение ресурсоснабжающего предприятия в региональном бюджете не прописана. Главный аргумент газовой компании – если ситуацию срочно не взять под контроль, то есть вероятность, что уже в ближайшие 2 года изношенные газовые баллоны могут начать взрываться в массовом порядке. Неправильно вы планы строите. Омские студенты-экологи изучили и оценили проект по реконструкции буферных прудов. Молодые люди смогли не только разобраться в технической документации, но и даже сходу выразить сомнения в целесообразности некоторых видов работ. Например, студенты сомневаются, что проблему утилизации отходов на буферных прудах удастся решить с помощью микроорганизмов, которые ускоряют процесс распада промышленных отходов. Вопрос в температурном режиме, потому что, как известно, микроорганизмы в основном работают при более теплых температурах. А так как у нас сибирские регионы, у нас зима очень холодная, как сейчас, на минус 35 градусов, в каких условиях микроорганизмы будут работать или не будут работать? Ну вот вопрос главный, наверное. Ну и второй вопрос – это, конечно же, воздействие на атмосферный воздух. По крайней мере, с предоставленными документами можно ознакомиться в общественной приемной ОНПЗ по адресу Проспект Мира, 27А. Здесь же есть возможность оставить свои контактные данные и внести предложения, которые, как уверяют приемные, регулярно изучаются специалистами. О том, как на визит экологов отреагировали представители нефтегазовой отрасли и в каком состоянии сейчас экология в Омске, в целом поговорим в эту субботу в программе «Малькова». Итоги в 17 и 19 часов. Криптовалюты в России могут признать денежным суррогатом. Соответствующий законопроект готовят в федеральном Минфине. Если инициативу одобрят в Госдуме, тем, кто будет использовать криптовалюты в качестве платежного средства, грозят серьезные санкции. Между тем, депутаты предложили альтернативное решение – не запрещать криптовалюты, а создать свой аналог электронных денег – крипторубль. Новый цифровой финансовый актив может стать полноценным платежным средством. Эксперты к такой идее отнеслись скептически. Основатель Омского блокчейн-сообщества Константин Трещоткин считает, что создание крипторубля противоречит самой идее виртуальной валюты. Блокчейн и криптовалюта, они подразумевают некую децентрализацию. То есть, одна из основополагающих идей – это децентрализация. А если мы говорим о некой государственной валюте, то она в любом случае, а, должна быть децентрализована, б, имитингом должно выступать государство. Поэтому я считаю, что в нынешних условиях создание подобного инструмента, оно представляется теперь невозможным, чем возможным. Судьба спортсменов наконец решилась. На Олимпиаду 2018 поедут 169 российских спортсменов, трое из Омска. МОК все-таки допустил наших атлетов, ранее не попадавших в скандал с допингом. Но, напоминаю, только под нейтральным флагом. На Олимпиаду поедут наша конькобежка Ольга Граф, шорт-трекист Павел Ситников и хоккеист Сергей Калинин. А вот наша спортсменка Татьяна Бородулина в список сборной России на Олимпиаде не попала. Это все главные новости на сегодня. В студии была Елизавета Рыбина. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова